причину почему у нас в игре происходит лайги с чем они вообще в принципе связаны почему танки лагают что происходит вообще сейчас у нас в игре и на все эти вопросы в данном видеоролике я бы хотел бы дать ответ и всем привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик для многих было ожиданием наверное каким-то узнать вообще причину почему у нас в игре происходит лаги с чем они вообще в принципе связаны почему танки лагают что происходит вообще сейчас у нас в игре и на все эти вопросы в данном видеоролике я бы хотел бы дать ответ ведь возможно даже у разработчиков нет точного ответа и они сами не знают что происходит сейчас в их игре почему происходит данные лаги с чем они вообще в принципе связаны и почему уже четвертый день игра не может полноценно функционировать почему игроки испытывают явные проблемы да и не только игроки но и разработчики игры и всякие модераторы которым постоянно пишут почему лагает почему лагает что с танками почему нельзя нормально спокойно играть ведь сейчас в игре 1 апрельские можно так сказать челлендж вернее уже челлендж то начался апрельские плюс ко всему этому делу раскладу у нас имеются в игре 1 апрельские голды явно большое количество игроков хочет комфортно половить данные ящики по выполнять челленджи но никого не получается это сделать ведь проблема затронула абсолютно всех до у тех ребят у которых помощнее пока у которых помощнее провайдера не так сильно чувствуют данную проблему да они в принципе испытывают какие-то подскачки пинга но в общем и целом они каким-то еще образом могут играть и могут набирать данные звезды но ведь у ребят у которых более слабые пока более слабые провайдеры нет большой скорости они испытывают ужасные лаги и в их случае когда они начинают играть в танки при первой малейшей подлаги можно так сказать при первом малейшем каком-то движении не в нужную сторону у них сразу вылетают танки закрывается крашивается клиенты они войти в игру не могут до тех пор пока не произойдет именно таки данное чудо сегодня возможно каким-то образом зацеплю данное чудо в чем же она вообще связана и с чем же все это дело кушают можно так сказать ведь ни для кого не секрет что танки онлайн это бизнес да это бизнес реально как бы кому бы сейчас не было бы смешно но игра в последнее время зарабатывает довольно большие деньги ведь на тех же челленджах на том что люди покупают боевые пропуска премиум аккаунты нарку и тому прочее просто ради того чтобы выполнить данный челлендж проект зарабатывает хорошие деньги ведь любой даже ребенок может просто подсчитать сколько боевых пропусков покупается за челлендж и сколько денег на все это дело тратится но сегодня видеоролик пойдет не на эту тему поэтому я думаю что данное вообще движение мы не будем сегодня упоминать более но есть одно но в этом всем всем моем раскладе то что танки каждый день теряют сейчас хорошую сумму денег ведь проблема напрямую связана с тем что придется еще потратиться дабы избежать вот тех вот всех лагов которые сейчас происходят а что происходит а происходит простой обыкновенный д доз сервера просто д доз происходит вот как например бы меня просто взяли сейчас бы за д доз или отключили бы мне интернет соединение и сделали бы так чтобы я не мог комфортно играть только здесь происходит все это на танковые сервера именно танковые сервера подвергаются д доз атакам и из-за этого у всех игроков происходят данные лаги да никто не может комфортно играть и возможно даже сами разработчики не до конца понимают каким образом можно решить эту проблему кто этим занимается и зачем они вообще в принципе это делают ведь по сути я даже не могу аргументировать те движения которые делают данные игроки которые заинтересованы в этих во всех лагах но они это продолжают делать и уже четвертый день в игре нестабильно все это дело происходит происходит какие-то лайги и они заинтересованы в том чтобы проект сам защитился от этих всех лагов ведь для этого надо потратить немаленькие деньги надо купить защиту от всех этих лагов и чтобы игра полноценно функционирована и у меня возникает другой вопрос а заинтересован ли проект в покупке дорогостоящего приобретения я бы так сказал ведь надо сильно потратиться уйти в минус но чтобы эти лаги прекратились и сейчас если разработчики вообще поняли в чем в чем прикол в чем ошибка вот этого всего почему лагает почему они ничего до сих пор не могут сделать то я думаю что у них уже возник такой вопрос а стоит ли тратить такое большое количество денег ведь лишь их заинтересованность в том чтобы сейчас у нас в игре не было лагов в этом всем и стоит этот данный вопрос если они заинтересованы чтобы все это прекратилось они обязательно приобретут его именно таки данную защиту и все закончится даже можно так сказать не начавшись ну а если же у разработчиков имеются какие-то другие планы может быть они думают что у них там с какими-то своими серверами какие-то ошибки происходят и они пытаются найти именно таки данную проблему и и до сих пор не поняли в чем вся данная фишка вообще состоит давайте попробуем сейчас здесь поймать голд может быть что-то хорошее там падает не ухты как меня подлагивает и шо я поймал о ягод мод ягод мод вообще супер то реально еще данные лаги продлятся довольно таки большое количество времени и для меня вот сейчас реально нету даже желание донатить в игру но серьезно если проект не может исправить свои ошибки не может сделать игру комфортной и не может сделать так чтобы все было как при как в прежнее время до вот этих вот апрельских челленджей до ввода вот этих всех фишек чтобы эти лаги прекратились именно таки если проект в этом не заинтересован то почему должен я быть заинтересован донатя в эту игру я вот не понимаю ведь ребята сейчас тратят свое время по сути впустую никто не может полноценно набивать звезды никто не может полноценно ловить свои золотые ящики все испытывают проблемы и улана у меня да у меня как бы так жопа асиль а сильно не горит да но есть ребята которые ну реально молодое поколение которых для которых данные проблемы это вот просто что-то с чем-то да у них сразу же резко начинает сгорать пукан и они думают сука как так может быть что я играю в танки у меня сука лагает и почему с этим никто ничего не делает они до конца не понимают что происходит и данные игроки быстро начинают которые ну не долго играют начинают забрасывать игру и они больше не интересуются ею они не интересуются потому что в нее некомфортно играть но ведь проблема стоит не в самой игре а в той заинтересованности разработчиков исправить данные ошибки ведь не сама игра виновата в этом всем ведь игра нормально работает до тех пор пока разработчики думают об этой игре и по этим вообще всем вопросам у меня есть очень много тем много разговоров но сегодня раз у нас тема идет только исключительно по данным лагом я не буду уходить куда-то в сторону и по сути для меня я даже сегодня не упоминаю киберспорт для меня он становится настолько неинтересным из-за того что просто человек который захотел сделать лаги в игре он это делает один человек может просто закрыть проект ну мягко говоря просто закрыть его просто сделать так чтобы в него было некомфортно играть и чтобы от этого страдало большое количество людей это так выходит это так делается это так происходит и ведь все настолько с одной стороны просто а с другой стороны насколько глупо со стороны разработчиков то что до сих пор уже четыре дня прошло четыре дня ребят четыре дня и за четыре дня не понять в чем прикол и как его исправить для меня это реально непонятно я ладно хорошо если бы это было бы там два дня об этой бы проблемы сообщили бы сказали вот ребят у нас происходят такие вот ошибочки извините пожалуйста вот мы приносим свои извинения мы пытаемся все это дело исправить но ведь только на четвертый день на четвертый день разработчики игры умудрились сегодня утром написать то что у нас ребят лаги мы их пытаемся исправить мы будем делать все возможное чтобы в скором времени их не было а до этого они думали что эти лаги сами пройдут или что они думали что это просто ошибка которая условно говоря с рестартом сервера просто пропадет но нет ребят здесь явно ошибались и проблема куда более серьезно чем они наверное думают и решать ее нужно прямо сейчас прямо сейчас нужно защищаться нужно покупать дорогостоящие именно такие даже не сказал бы что это оборудование но в общем дорогостоящие приобретение нужно делать разработчикам игры дабы все это закончилось дабы мы смогли комфортно играть в эту игру и чтобы больше никто не думал о том что могут быть вот какие-то такие вот внезапные лаги которые могут контролироваться другими вне игроками которые могут делать то что они хотят разработчики должны делать свою игру лучше они должны быть заинтересованы в том чтобы люди приходили вкладывали свои деньги даже в эти челленджи покупали новые боевые пропуска покупали что-то новое но чтобы у них ничего не лагало и чтобы все нормально функционировал вот такой вот ролик у нас сегодня получился я бы попросил бы вас вообще написать свое мнение по данному вообще всему происшествию которые сейчас происходят у нас в танках онлайн в комментарии ну и также ребят не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик дабы не пропускать новые ролики с вами был мистер ванька надеемся что лаги совсем совсем скоро уже пройдут я сам заинтересован в том чтобы это наконец-таки все закончилось надеемся на лучшее всем спасибо пока и